Утро на Болткоме Утро приходит в себя, но тем не менее Культурная жизнь начинает Все больше и больше стучаться В наши двери и уже Завтра Далеко ходить не надо, долго ждать не придется Завтра на сцене ДК ВФ Танцевальный театр ДК Данс Интересное название ДК и Дэнс Да, и ДК ВФ, и ДК Данс И ДК Данс, то есть 10 танцев Все как в жизни связано Выступит с премьерой нового Спектакля «Жизнь», что уникально В этом проекте занято 40 танцоров В возрасте от 5 до 50 лет Как вообще всех совместили На сцене совершенно непонятно Об этом нам уже сейчас выясним Об этом нам расскажет чемпионка мира По современному танцу, главный хореограф Театра Дарина Кудлаева Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Да, сейчас вот лучше слышно Дарина, расскажите, во-первых, о самой идее спектакля Что он на себя представляет Каким образом собиралась трупа Что увидят зрители Очень сложные были эти два года пандемии Поэтому спектакль называется «Именно жизнь» О том, как нужно продолжать жить Стремиться к лучшим результатам Стремиться быть счастливым Очень драматично получилось Скомпоновать вообще весь сюжет и трупу Но в конечном итоге Все будет очень позитивно Итог будет, как всегда, очень позитивный, радужный и веселый Ну а теперь о формировании трупа Раз уж вы начали, что были какие-то сложности Где сложности, там и любопытство Ну-ка, ну-ка Как вы собрали воедино Четыре десятка человек с таким разбросом в возрасте? И почему это нужно? Это ученики нашего театра За время пандемии К сожалению, молодежь очень сильно расклеилась Поэтому пришлось набирать новых учеников, новых артистов Поэтому этот прям спектакль, он на разрыв Прям на полную катушку Как удержаться, как выстоять И выдержать все сложности жизни И только самые-самые сильные остались в театре Кто смог пережить все трудности, все сложности И во всех, во всех планах Поэтому трупа работает прям на износ сейчас И в жару, и в праздники Мы репетируем практически каждый день И самые маленькие артисты Это пять лет, они тоже участвуют в спектакле Потому что главная героиня вспоминает свое детство Потом вспоминает свою юность Начинается спектакль вообще очень-очень драматично Она решает, похочет жить самоубийством Ей больше ничего не нужно Она больше не хочет жить И с этого начинается весь спектакль Но потом она вспоминает своих родителей Там есть целая постановка Она называется «Камень истока» Про семейное древо на сцене Зрители увидят прям целую историю Как род строится И все это в танце Все это при помощи пластики тела Поэтому разного возраста Нужно показать всю жизнь От а до я И самое главное, что все это очень душевно И зритель Ну мы точно знаем, что мы достучимся До сердечка каждого Потому что мы выкладываемся на полную катушку И самые взрослые, и самые маленькие Прям чувствуют каждое движение По полной программе То есть это, в принципе, можно сказать На большую часть новый состав труппы И в рекордные сроки вам удалось отрепетировать Можно сказать и так Но самые сильные профессионалы Держатся, они молодцы Поэтому мы увидим качественную, хорошую работу Которая выставила, несмотря ни на что Марина, скажите, пожалуйста В чем отличие музыкального спектакля и балета То есть что это Почему Это нельзя назвать балетом Что это такое Что мы увидим на сцене У нас театр современного танца У нас свой определенный стиль Потому что я сама изучала разные стили танца И весь этот синтез Так скажем Сложился в моей собственной программе Поэтому для меня самое главное Чтобы чувствовали Чтобы каждое движение Пытались рассказать языком тела Но без слов То есть все это в нашем определенном стиле Можно сказать, что это современный балет А у нас именно театр танца Вот современного танца Ох, как интересно Долго ли учатся Вот этому мастерству танцевальному То есть вот те, кто приходили к вам В вашу студию До того момента, когда они могут выйти на сцену Все очень индивидуально Я стараюсь максимально воспитывать личность В каждом танцоре Вне зависимости от того Пять ему или тридцать лет Я считаю, что каждый человек может танцевать Но если ты готовишься к выходу на сцену И хочешь получить роль в спектакле Надо поработать очень хорошо Это бешеная дисциплина Не все с ней справились Одну девочку пришлось С ней, скажем так, попрощаться Потому что есть определенные правила Которым нужно следовать И если ты им не следуешь То даже не только в нашем театре Ничего не получится Да и вообще в жизни Поэтому даже самых юных артистов Деток я всегда воспитываю В первую очередь быть хорошим Ответственным человеком Стремиться к лучшим результатам И делать все на сто процентов Я уверена, что это не только в танцах поможет Но и в жизни Вы упомянули 30-летних Вообще в каком возрасте Не поздно начинать танцевать Причем не какой-то такой спокойный вальс Красиво так вот скользить По паркету натертому А вот этот контемпорари В котором тело ломается как угодно Какие самые возрастные у вас ученики? При правильном подходе С точки зрения и анатомических данных И здоровья Танцевать можно в любом возрасте В любом Когда попадаешь ко мне в мои руки Я делаю все это грамотно С душой и постепенно Но многие, когда приходят Они сначала в шоке Как можно в таком темпе Столько сложных движений И через, я говорю, пять уроков Пять уроков На пятом уроке вы уже поймете Как ваше тело может двигаться И как вообще с этим совсем совладать Ну а через пять лет Происходят бешеные результаты Но все это очень индивидуально Потому что есть люди Которые с невероятным стержнем внутри И, конечно, они добиваются результатов Намного быстрее Но анатомически, душевно Если все это скомпоновать Если человек хочет Он может сделать невероятные результаты Главное верить в себя И регулярно работать И очень стараться И дисциплина, и трудолюбие Она творит просто чудеса Написано, что это еще и костюмированное шоу Как создавались вообще костюмы Кто над этим работал То есть, что нас тоже ожидает Какое зрелище Наш невероятный дизайнер Инна Цимошка Она с нами много лет Это такая долгая, трудолюбивая работа Создание всех образов Там будут от таких страшных Оборванных, невероятных костюмов Потому что жизнь, она же сложная До невероятных, роскошных Дорого-богато Все будет в этом спектакле Создавалось очень кропотливым трудом Я всегда сама подбираю ткань Стараюсь рассказать Показать, какие движения Какая постановка Что нужно донести до зрителя И Инна по ночам фантазирует На вдохновение И шьет эти костюмы Сейчас была страшная ситуация Потому что у нас есть маленькие артисты Они только учатся ответственности Они потеряли костюмы И мы по ночам Перед генеральной репетицией Бедная Инна и Дарина Мы пытались все это решить И решили И все будет хорошо И дети будут участвовать И все будут одеты И красиво Кошмар Я уж тоже схватился за сердце Я тоже Потерянные костюмы И я чуть не начал танцевать От этих эмоций Музыкального сопровождения не было Что касается музыки Которая прозвучит Что ожидает Те, кто придет на постановку Ожидает Абсолютное разнообразие вкусов От классики До современности Там можно будет Найти по душе Каждую нотку И самое интересное Мы работаем В сопровождении с экраном То есть можно будет Просто даже посмотреть Красивый телевизор Потому что На вэфе шикарное оборудование И мы сможем насладиться Не только зрелищем на сцене Но все это будет сопровождаться С экраном С экраном мы тоже долго работали Это огромная работа монтажа И все это вместе Будет очень красивая Красочная Яркая картинка Оно как-то По смыслу будет Дополнять Или просто красивая картинка На фоне? Нет Это будет помогать зрителю Понять, что происходит На сцене И вообще всю сюжетную линию Ловить и не терять А кто придумал сюжет? Дарина придумала сюжет Понятно Для меня всегда было Очень сложным Просто представить себе Как артист Например Который на сцене В спектакле Запоминает огромное количество Текста Но мне кажется Что еще более сложно Запомнить Последовательность движений То есть вот насколько Вот если Танцор Который несколько Там Не просто несколько минут А несколько десятков минут На сцене И там несколько танцев Как это все запоминается Ой, текст забыл Ну да Вот актер может И суфлером не подскажешь Есть суфлер Да Который может подсказать текст Или там Помочь Там когда забывали Говорят Ну так Приехал Наверное Интересуешься Приехал ли там Степан Сергеевич Так вот приехал А тут вот что делать Может в кулисе Тоже кто-то стоит И ПДД исполняет У вас там Это большая работа Мы целый год Целый год готовились То есть Почему я говорю Про дисциплину Да Мы должны стать Одной командой Самое главное Это синхрон Когда 40 человек На сцене Должны исполнять Одновременно Одни и те же движения Вот это была Колоссальная работа Такой титанический труд Я им всегда говорю Вы как бусы И каждая бусинка Очень важна Если хоть одна бусинка Оторвется Все бусы рассыпятся И вот с таким вот контекстом Мы работаем Над каждым номером Их много Профессиональные артисты Главные герои Они переодеваются Чуть ли не за минуту В следующий наряд То есть это происходит Нон-стоп На адреналине В каком-то бешеном темпе Это правда Работа танцора Она такая Ух Но на поклоне Когда ты стоишь Каждая секунда Она стоит Года этой работы Дарина Возвращаясь К обучению Некой решимости Вот оторвать себя От дивана Пойти начать танцевать Заниматься чем-то Таким интересным И конечно же Увлекательным Да и полезным Существует Принято считать Расхожее мнение Что танцоры Сплошь стройняшки Но есть И Другие примеры Ну скажем Участник коллектива И главный танцор Вот Российский Литл Биг Такой вот Буде позитивно Назовем его так То есть Насколько это Штампы Которые Не соответствуют Реальности Есть определенные Жанры Где нужно Следовать Определенным Правилам В современной Хореографии Немножко Спокойнее Главное Чтобы ты Хорошо выглядел Главное Чтобы ты Был в форме Чтобы Харизма Присутствовала Ну и конечно Каждый стиль Он подразумевает Определенные Формы Поэтому Конечно Самое главное Как сияют Твои глаза На сцене Но форму держать Тоже обязательно нужно В этом наверняка Помогают Активные танцы Вот Контемпоры Которые Собственно Придает Ну все-таки Чемпионка мира По современному Танцу И главных Хореограф Театра ДК Данс Дарина Кудлаева Да У меня У меня Сразу вопрос Вот Насколько Занятие танцами Для Может быть Для кого-то Станет Там Частью Профессии А для Кого-то Может быть Это просто Хобби Это Возможность Ну Попробовать Тебя в чем-то Может быть Изучить свое тело Понять Как оно Движется Вот Насколько Можно ли К вам Прийти И вообще Насколько Вот Занятие Современными Танцами Именно Как Как Хобби Вот В вашем Случае Приветствуется Конечно Приветствуется Мне Приходят Абсолютно Разного Возраста С разными Желаниями Ученики И Я стараюсь Раскрыть В них Этот Внутренний Потенциал Потому что Когда ты Танцуешь Ты Забываешь Обо Всем На свете Ты Стараешься Вообще Понять Своё тело Вникнуть Совместно С музыкой Рождается Какая-то Невероятная Сказка Поэтому Каждый Человек Не важно Чем он Занимается В жизни Хотя бы Чуть-чуть Прикоснулся К танцевальному Творчеству Он Поймал Такую Некую Эйфорию Плюс Еще Прекрасно Себя Чувствуют Плюс Подтягивается Тело Растяжка Вообще Невероятно Важна Многие Смотрят Мои Шпагаты Три Миллиона На Тик-Токе Я набрала Когда Выставила Видео Ноги Возле Уха Просто Вот Тебе Волочкова Вот Тебе Три Миллиона У нашей Дарины Всем Хочется Конечно Также Держать Ногу Возле Уха Не Всегда Все Понимают Какая Это Работа Но Те Кто Начинает Увлекаться Потому Что Ты Такой Как Наркотик Ты Хочешь Добиться Этого Результата Ты Чувствуешь Как Ты Начинаешь Порхать У Девочки Меняется Походка Меняется Выражение Лица Спина Расправляется Ты Как Крылья Появляются Ты Летишь По этой Жизни Уже В каком-то Совсем Другом Настроении Казалось бы Просто Танцы Но Они Не Только Делают Красивую Фигуру Помогают Хорошему Ощущению Но И Самооценка Это Сейчас Очень Важно Настроение Самооценка Вера В себя И Вот Именно Это Я Вкладываю В каждого Танцора Открывается Внутренний Потанцевал Но Дарина Вы Сказали Девушка А То есть Мужчины Танц Вот такая Вот Тема По-прежнему Мужики Не танцуют Как Ну Кристофер Уокен Не Ну Там И травол То еще Уместно Вспомнить Но Тем не менее В массе В своей Да Мужики Не танцуют Они даже Ходят С трудом Как в той Песни Немножко Меньше Танцуют Но Немножко Меньше Когда Никто В Душе Там же Где Поют Пары Которым Нужно Выходить На Первый Свадебный Танец И Мужчины Конечно С трудом Доходят До Зала Но В процессе Они Получают Удовольствие И даже В шоке От того Что Они Могут Что-то Сделать Я Смотрю На Каждую Пару Индивидуально И И Ребята Очень Довольны И Даже Приходят Вновь Одна Пара Дарина Давай Просто К тебе Будем Ходить Потом Потому Что Так Классно Мы Похудели Похорошели Время Вместе Проводим Больше Дарина Пара Там Другие Отношения Там Попробуй Не сходи Не изучи Этот Первый Свадебный Танец А Именно Какие-то Душевные Порывы Позывы Есть У мужчин Разных Мужчины Танцуют Ну Кроме Того Когда Выпил На Свадьбе И Хочешь Показать Какой-то Первый Парет И приехал В Грузию Были У нас В театре Тоже Мужские Партии В принципе С парнями Легче Работать Они Вдруг Уйдут В декрет Я Уже Даже Когда У меня Многие Артисты Уходили В декрет Уже Думала Надо Мне Создать Мужской Балет Я на пути К созданию Этого Я буду Думать Я в процессе Я вас Возможно Когда-нибудь Удивлю Может быть Мы и сами Удивимся А в каких Действительных Ситуациях Мужчины Танцуют Когда Вот Для чего Это Мужчинам Я думаю Что танец Это тоже Такого рода Раскрепощение Почему мы На мероприятиях Тоже видим Что парни Тоже танцуют Я думаю Что когда Звучит музыка Ноги Неважно Женские Или мужские Все равно Идут в пляс И хочется Просто Расслабиться Отдохнуть И получить Удовольствие От движения Тела Я думаю Что это Вне зависимости От возраста И пола Ну и не будем Забывать Исключительно Мужской Боевой танец Капоэйра В общем-то Хочешь Можешь потанцевать А можешь Ногой Так вот Вертуху Врагу Значит Взалепить Нога возле уха Нога возле уха Рифма Вертуха И так 28 июня То есть Завтра На сцене ДКВ Латвийский Танцевальный Театр ДК Данса ДК Потому что Дарина Кудлаева Его главный хореограф Вдохновитель Да и вообще Чемпионка мира По современному танцу Представляют Спектакль Жизнь Во сколько это Произойдет В котором часу В 19.30 В 19.30 Где билеты Доступны Билеты строго По пригласительным У нас в театре По предварительной Резервации Осталось Совсем Чуть-чуть Последние Крохи Спешим Decadans.com И возможно Дарина Кудлаева Снезайдет Будет столь любезно Что вот эти Дефицитные Пригласительные Выделит Продаст Спасибо большое Спасибо огромное Дарина Успешной постановки Удачи Формирования Мужской труппы Это действительно Интересно С удовольствием Расскажем А может быть И примем Посильное участие Пассивное Пассивное Посильное Если докряхтим До вас До сцены Хорошего дня Пока До свидания Спасибо Болткома